Урок 4. Контакты. Для того, чтобы запустить приложение «Контакты», зайдите в меню «Пуск», «Программы» и выберите значок с надписью «Контакты». На экране появится окно, содержащее список всех ваших контактов в алфавитном порядке. В самом верху находится строка поиска контактов по имени, фамилии, либо отчеству. Ниже располагается алфавитный указатель. При желании его можно отключить в меню настроек. Для каждого контакта отображается краткая информация, содержащая фамилию, имя, отчество, а также номер мобильного телефона. Для того, чтобы просмотреть полные данные, коснитесь стилусом интересующего вас контакта. Для того, чтобы создать новый контакт, выберите пункт «Создать» в левом нижнем углу экрана. Откроется форма создания нового контакта. Пользователь не может самостоятельно создавать новые метки, однако разработчики постарались предусмотреть все наиболее часто используемые варианты. Вкладка «Заметки» служит для ввода произвольных текстовых заметок. Для того, чтобы сохранить изменения, нажмите «Ок» в правом верхнем углу. Теперь рассмотрим основные возможности контекстного меню. Для того, чтобы открыть его, нажмите «Меню» в правом нижнем углу. Пункт «Правка» позволяет изменить информацию о выбранном контакте. Пункт «Отправить контакт» отправляет данные о контакте по электронной почте либо СМС-сообщением. Пункт «Копировать контакт» копирует выделенный контакт. Пункт «Удалить контакт» удаляет ненужные контакты. Пункт «Параметры» открывает меню настроек программы. Здесь можно отключить алфавитный указатель, включить отображение только лишь имен контактов и задать код вашего города. Пункт «Просмотр по» позволяет включить сортировку по имени либо по названию организации. И последний пункт «Фильтр» включает фильтрацию контактов по категориям, а также позволяет вывести список последних просмотренных записей. Для того, чтобы завершить работу с приложением «Контакты» и вернуться к экрану сегодня, нажмите на крестик в правом верхнем углу экрана.